Добрый вечер, господа, это Финам-ФМ. Мы начинаем большой вечерний интерактивный канал Реальное время у микрофона Юрия Пронько. Смотрите, у нас такая интересная сейчас ситуация сложилась, да. Вот, внимание, кто едет и пользуется московским метрополитеном. Где-то там сейчас передвигается Захар Прилепин. Машина, в которой он, значит, направлялся к нам сюда на радиостанцию, застряла в пробке. Машина продолжает свое самостоятельное движение. Захар Прилепин сейчас едет в студию Финам-ФМ посредством метрополитена, так что можете его где-то и увидеть. Но, тем не менее, Захар появится буквально в ближайшее время в нашей студии. Как мне представляется, это очень интересная персона. И свои вопросы уже сейчас господину Прилепину вы можете отправлять на наш портал финам.фм. Чуть позже мы подключим и, безусловно, наш многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495. Кстати, на портале идет и прямая веб-трансляция. Сейчас вы пока видите меня одного в студии Финам-ФМ. Но вот в ближайшее время Захар появится, да. Он, кстати, нынче, и помимо того, что общественный деятель и писатель, очень известный он, и шеф редактора нового и, как мне представляется, интересного сайта «Свободная пресса». Возглавляет главный редактор этого портала Сергей Шаргунов, близкий мой друг. Как-то вот он меня периодически пытается настроить на то, чтобы я чего-нибудь там сотворил и написал для «Свободной прессы». Ну, пока вот не получается со временем, но, я думаю, рано или поздно это произойдет. И, кстати, могу вам сказать, ну, в следующем части у нас, безусловно, итоги дня. Они крайне насыщенные. Я выбрал сегодня три темы. Первая звучит так. Дмитрий Медведев вслед за Владимиром Путиным решил наказывать незаконную миграцию. Причем вплоть до семи лет тюрьмы. Вот есть очень хороший афоризм в русском языке, да. Слова, слова, как вы прекрасны. Вот когда будут реальные дела? Сегодня будем обсуждать эту тему. Аж три спикера по этому вопросу. Кстати, свои мнения о незаконной миграции, борьбы с ней вы можете также присылать уже сейчас на портал финам.фм, только в программу «Итоги дня». Там навигация достаточно удобная, так что разберетесь. Вторая тема. Профсоюзы требуют смены социального курса правительства. Действительно, такого давно не было. И нашим с вами собеседником будет президент конфедерации труда России, член президентского совета по развитию гражданского общества и права человека Борис Кравченко. И третья тема, которую мы с вами обсудим в итогах дня, это Гудков-младший предлагает коллегам бойкотировать работу Госдумы. Вот о причинах и последствиях поговорим непосредственно с Дмитрием Гудковым, депутатом Нижней Палаты Федерального Собрания, членом фракции «Справедливая Россия». Почему Дмитрий столь эмоционально и категорично высказался в части работы российского парламента. Ну и это у нас с 20 до 21, значит с 19 до 20 прилепина ждем. С 20 до 21 итоги дня, а в 21 час, сразу после выпуска новостей, в программу «Ужин для чемпионов» придет очень интересный гость. Я думаю, он не нуждается в специальном представлении, но все-таки скажу, что он был пресс-секретарем Владимира Путина. Он работал в Афганистане. Он, в общем-то, очень знаменитый журналист и не менее знаменитый путешественник. Итак, речь идет о Михаиле Кожухове. Он сегодня гость программы «Ужин для чемпионов», соответственно, с 20 до 21 часа. Вопрос Михаилу можете также отправлять. Пользуйтесь нашим интернет-ресурсом финам.фм. Мне кажется, этому человеку есть о чем вам поведать и, в свою очередь, вам есть о чем его спросить. И еще в качестве анонса, ну, вы понимаете, я сейчас время тяну, да, мы ждем Прилепина. В общем-то, если будет время затягиваться, значит, будем переходить к обсуждению, в том числе, и той темы, которую я предложил Захару. Коротко расскажу о своих ближайших планах. Значит, завтра у нас будут не дебаты, а встречи в реальном времени с кандидатами в Координационный совет российской оппозиции. То есть те люди, которые проявили инициативу, которые прислали мне свои письма, моему продюсеру, мы решили их пригласить. Мы их решили пригласить. Я этих людей не знаю. Знаете, они мне просто интересны, может быть, даже не в качестве кандидата в КС, а вот как люди, имеющие активную гражданскую позицию. Вот мне представляется, что очень важно их послушать. Я знаю, что у коллег на телеканале Дождь очень активно идут дебаты. Многие из вас их смотрят. Я, к сожалению, вот опять сошлюсь на свой достаточно очень сложный график, но тем не менее, да, что-то слышу, о чем-то читаю. И вот завтра некоторые кандидаты в КС у нас будут в реальном времени, по-моему, троих пригласили. Следите. И вот завтра можно будет без купюр, без цензуры с ними пообщаться. Не факт, что они станут членами этого КС, а может быть, станут. Кто его знает? На все ваша воля, воля тех избирателей, которые зарегистрировались на предстоящем голосовании 20-21 октября в Координационный совет российской оппозиции. Вы все знаете, что в это воскресенье день рождения у президента страны Владимиру Путину исполняется 60 лет. Соответственно, заранее не поздравляют, но и плохого не говорят об имениннике. Соответственно, вот наш подарок Владимиру Путину будет в ближайший понедельник. Ко мне придет человек, который очень хорошо его знает. Вы спите, я там определенным к нему относитесь, к этому спикеру. Он всегда представляет цельный аналитический взгляд на происходящие политические и экономические процессы в современной России. В понедельник Владимира Путина, что называется, по косточкам, его политику мы будем разбирать с его бывшим советником по экономическим вопросам Андреем Иларионовым. Мы с Андреем уже договорились, значит, вот в понедельник он будет нашим гостем, и, соответственно, у вас будет возможность с ним пообщаться. Во вторник, то есть, на самом деле, у меня планирование программ, я вам могу открыть такую большую тайну, да, загодя идет. По-моему, на следующей неделе уже все расписано. И даже если будут появляться какие-то, ну, если совсем форс-мажорные ситуации или какие-то очень серьезные события, то тогда, соответственно, какие-то планы могут измениться. Но во вторник мы приглашаем в реальное время Евгения Бушмина, это председатель Комитета Совета Федерации России по бюджету. Будем предметно разбирать ситуацию с бюджетным процессом в нашей стране. Вы знаете, что в Госдуму уже внесен проект бюджета. Ни для кого не секрет, что там очень серьезные ассигнования выделяются на, не только на социальную политику, но и на поддержку оборонно-промышленного комплекса, скажем так, на вопросы национальной безопасности и обороны. Кое-кто из экспертов говорит, что это такой милитаризированный бюджет. Кроме того, продолжается очень серьезная полемика по поводу так называемой третьей пенсионной реформы. И, соответственно, там все неоднозначно, потому что речь идет о поручении президента уменьшить объемы прямых трансфертов из федерального бюджета на покрытие дефицита бюджета ПФР. Речь идет о сотнях миллиардов, контрольная сумма там почти полтора триллиона рублей. Я понимаю, что на слух очень сложно воспринимать. Миллион-то очень сложно представить, а тут речь идет о полутора триллионах рублей. Вот Бушмин, значит, у нас во вторник. Что касается среды, значит, планы есть, гости приглашены, но сегодня вот мне прислали очень интересное приглашение на встречу, где будут присутствовать крайне интересные спикеры. Я не хочу пока, значит, приоткрывать тайну. Я дал свое согласие на участие, но нам еще надо обсудить это, да, потому что сама встреча вечером, значит, по заплотно закрытыми дверями с известными, как это говорят, с известными фигурантами этого дела, да, а у меня эфир стоит. То есть вот посмотрим, как с руководством посоветуемся радиостанции Финам-ФМ. Вполне возможно, в среду будет либо прямой эфир, либо будет банка, запись. То есть вот на журналистском жаргоне, да, банка — это записная программа. Пока... А, в четверг, да? В четверг, соответственно, вот, мне сейчас пояснили. Это в четверг. Вот одна эта встреча, на которую меня пригласили, она, значит, в четверг. Вообще, в последнее время очень много предложений поступает с разных сторон, но прямой эфир для меня приоритетен. Да, общение с вами — это моя непосредственная работа. Общение с, скажем так, видными людьми — это очень приятно, это очень важно. Как правило, после этих встреч никаких информационных сообщений не выходит. Все чаще на них стали приглашать. Вот я пока думаю, да, то есть предварительное согласие дал, но пока еще не знаю, как мы разрулим эту ситуацию на следующей неделе. Мы ожидаем на следующей неделе Юрия Болдырева. Кстати, по вашим просьбам я его пригласил в эфир. Как мне представляется, тоже крайне интересный и такой цельный спикер. Одним словом, следите за нашими анонсами, за тем, что происходит на волнах радиостанции «Финам-ФМ». Ну и последнее сообщу перед выпуском новостей. Мы ждем Захара Прилепина. На следующей неделе я буду вести только реальное время, а итоги дня будет вести мой коллега Илья Куласов. Он вот возвращается. Три недели я отработал. На следующей неделе мы уже опять поделим эфир, что называется, на двоих. Краткий выпуск новостей и продолжение реального времени. 19.18, продолжаем реальное время. У микрофона Юрия Пронькова Прилепина до сих пор еще нет. Но мои продюсеры куда-то ушли все. То есть мы сейчас с Иваном, нашим звукорежиссером, находимся здесь, в студии прямого эфира. А продюсеры куда-то ушли. Значит, где-то выцепляют Прилепина. Пытаются его сориентировать, потому что он идет сейчас на «Финам-ФМ» пешком. Вот смотрите, я заявил и предложил Захару обсудить такую тему. Россия в начале нового века, революция неизбежна. Вопросительный знак. Пока его нет, у нас с вами есть уникальная возможность пообщаться, что называется, на двоих. Среди многотысячной аудитории «Финам-ФМ». Вот как вам представляется, на самом деле, нынешняя ситуация, она приведет Россию к революционному такому финалу? Или, в общем-то, бочком, 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 находя компромиссы между власти, придержащими и теми, кто выступает в роли оппозиции. Сейчас я не конкретизирую персоны конкретные, политические силы, правые и левые по центру, либералы, коммунисты и так далее. Вот смотрите, в нашей истории, как правило, такая ситуация некой стабильности традиционно приводила к тому, что мы называем Октябрьским переворотом 1917 года. Ну, кто-то говорит, что это была Великая Октябрьская социалистическая революция. Ну, по детству мы с вами помним, да? Там я до сих пор помню стихотворение, которое нас, значит, обязали выучить. Там сияют звезды на Кремле, их цвет горячий, неизменен для всех людей на всей земле, что там звучит гордо слово Ленин. И самое главное, когда приходит в первый класс простой веснущий ты мальчишка, он это слово в первый раз. Ну и дальше что? Представляете, 30 лет прошло с момента, когда я учил это стихотворение. До сих пор какие-то моменты помню. Но есть и второй вариант, который прошла та же Восточная Европа, в первую очередь Чехословакия, Чехия. Это та же Польша, да? Это бархатные революции. Мирные. Без кровавых столкновений. В конце концов, примерно то же самое даже пережила наша соседка Украина в 2004 году. Я не говорю о последствиях, об итогах, о том, что в итоге произошло в соседней стране. Но вот на ваш взгляд, все-таки революция в России неизбежна. Вопросительный знак. 651099,6, код Москвы 495, финам.фм, это наши средства связи. Единственная просьба, не эмоционально, а аргументированно. То есть на какой платформе вы строите свою позицию? Это неизбежно или мы это избежим? Пожалуйста, господа. Не можете дозвониться, тогда пишите. Вечер добрый, вы в эфире, как вас зовут? Алло. Добрый вечер, меня зовут Филипп. Да, Филипп, как вы считаете? Я думаю, что революции не будет по одной простой причине. У нас рабство отменили 150 лет назад примерно. Материальное благополучие. Материальное благополучие, да. И многие мои знакомые говорят, что, да, нас Путин, может быть, и не устраивает, но зато это гарантированная, понятная стабильность, и нам больше ничего не надо. То есть вот это самое материальное благополучие, оно в конечном счете перевесит, чтобы не допустить какие-то непредсказуемые последствия в истории? Думаю, да. Но если что-то и будет, то барханных революций в России точно не будет. У нас я не помню. Почему так считаете? Нет, ну это понятно, что в истории не было. Ну, может быть, прецедент создадим? Нет, ну еще раз говорю, 150 лет назад рабство отменили. Ну что, мы либо втихаря то, что есть, либо, так сказать, дубиной и огнем буржуев сжечь. Да, спасибо. Да не дай бог. Вот, кстати, интересный такой момент. Кого вы имеете в виду, да, когда говорите про буржуев? Вот буржуи это кто? Нынешние чиновники это буржуи? А, собственно, где вот раздел противостояния? Ну вот Филипп считает, что на самом деле ситуация такова, что материальное благополучие, некое статус-кво, которое сейчас существует в Российской Федерации, кто-то называет это стабильностью, кто-то более эмоциональные эпитеты применяет, да, не развернет ситуацию в России в революционную плоскость развития. 65, 10, 99, 6, финам.фм, наше средство коммуникации. Василий из Воронежа пишет, Юрий, успокойтесь, революция в той или иной степени почти неизбежна. Вот только вопрос, будет ли она буржуазно-демократической или популистко-левацкой? Слушайте, Василий, вы отлично сформулировали мысль. Давайте вот мы сейчас что сделаем. Если, а, нет, у меня не подключен пока, значит, аккаунт, где у нас идут голосовалки. Ну, давайте чуть позже, может быть, я, если не забуду, да, я поставлю этот вопрос на голосование. Действительно, вот, как пишет Василий из Воронежа, революция в той или иной степени почти неизбежна. Да, вот еще апатетическое понятие в той или иной степени. И вот какая она будет, буржуазно-демократическая или популистко-левацкая, да? Вот обязательно эту тему мы обсудим прямо сейчас с Захаром Прилепиным, который таки дошел, я так понимаю, до нас. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот на Ваш взгляд, революция в России действительно неизбежна? Рационально рассуждая, никаких предпосылок для революции в России нет. Но у нас остается только надеяться на иррациональные категории, потому что если не случится революция, значит Россия исчезнет как географическая и демографическая данность. Это столь категоричное высказывание основано на чем? Ну, основано на элементарной статистике, понимаете, чтобы не говорили о том, что в Европе тоже имеет место отрицательный демографический баланс, но ни одна страна в мире не вымирает с такой скоростью, как Россия. Потому что через 30 лет нас будет на 30 миллионов меньше, а через 40 на 40 миллионов меньше. Нужно отдавать себе в этом отчет. Если у нас на Дальнем Востоке живет 7 миллионов человек, а через границу живет 70 миллионов человек в провинции Китайской, значит мир не изменился, значит останется все так же, как и было в средние века в Римской империи и вообще как было всегда. Есть территория, есть таблица Менделеева, есть вода, есть лес, есть женщины и есть пустые пространства, которые захватывают те, кто сильнее. То есть пустот не бывает. Я напомню, Захар Прилепин доехал, дошел, правильно сказать, до реального времени на Финам.ФМ. Можете Захару свои отправлять вопросы на финам.ФМ, там же идет и прямая веб-трансляция, либо дозваниваться по многоканальному телефону 65 10 99 6, код Москвы 495. Захар, если я правильно вас понимаю, демографическая проблема, это проблема номер один для нынешней России. А почему она не решается? Это должно занять место той самой пресловутой идеологии или как это называется, то, что пытаются придумать в качестве нового вектора судьбы России. На самом деле демографии вполне достаточно, нужно больше русских детей, прошу прощения. Да, я с вами на самом деле абсолютно соглашаюсь, но как только я, допустим, поднимаю этот вопрос у себя в блоге, да, у меня сразу прилетает куча писем, где в этом государстве, да это государство. Мне хочется всегда сказать, ребята, причем здесь государство, да? Но тем не менее, вот существует такая позиция, Захар, что государство всем что-то обязано. И в том числе, да, в решении вот этой демографической проблемы. Да, да, нужно свечку подержать. Я думаю, что реально государство обязано, во-первых, но с другой стороны, если на этой территории в течение тысячи лет жили люди, которые находили в себе силы и возможности плодиться и размножаться, то ничего нас не оправдывает в том, чтобы не продолжить это благостное и приятное во всех смыслах занятие. Я думаю, что... Но почему русские не размножаются? Я думаю, что не нужно считать себя венцом творения. Я думаю, что основная беда нынешнего общества, то, что у нас главные негласные религии нашего общества, это такой гедонизм, наслаждение самим собой. Вот я пришел, и пусть весь мир радуется мне то, что я появился на этом свете. А мы всего лишь звено в цепи между прошлым и будущим, и нужно в этом себя давать отчет. Не размножаются, потому что слишком нравится жить хорошо. Вот и все. Кто-то живет реально плохо. То есть это эгонизм, на самом деле. Реально боится. Но на самом деле, по большому счету, конечно, колоссальное количество людей живет гораздо лучше, чем наши дедушки и бабушки, которые после Второй мировой войны, у нас называется она Отечественная, устроили демографический взрыв. В 45-47 год просто 3-4-5 детей в каждой семье рождалось. А сейчас вот как-то мы все побаиваемся этого. Это странно. Это, на самом деле, даже не странно. Это стыдно. Это стыдно. Это приговор, конечно, потому что мы должны отдавать себе отчет, что на наши пустующие места к нашим детям придут другие дети, более агрессивные, других цветов, других рас, и накажут нас за наше лентяйство. Единственное, с чем не соглашусь. Не в будущем времени, а, по-моему, уже в настоящем. При нашей жизни, конечно, я думаю, что это произойдет в течение одного по полутора-двух поколений. Это все вот сейчас будет происходить. Когда вы говорите о том, что государство все-таки должно, о чем идет речь? То есть, что вы имеете в виду? Ну, как ни крути, Россия плохо относится к этому или хорошо. Россия патерналистское государство, которое так или иначе ориентируется на власть. И в этом смысле, если бы были не то что четкие, а жесткие, беспощадные установки на воспроизводство нации, на воспроизводство народа в этой географии, то очень многие люди в России, большинство людей в России внушаемы. Внушаемы. Какие-то смены, что называется, трендов. Когда какие-то вещи должны популяризироваться и навязываться целой нацией. Это называется пропаганда. Нужно, да. Жесткая, тотальная пропаганда необходимой России. Нужно быть здоровым, сильным, учиться, лечиться и размножаться. И вы считаете, что клюнут? Вот если так вот жестко формулировать. Какое-то количество людей, безусловно, клюнут. Какие-то нужны меры. Это, понимаете, вопрос выживаемости. Нужно с этим совершенно беспощадно смириться. Понимаете, сейчас один питерский депутат предложил запретить аборты. И произошел совершенно безумный скандал. Все его просто залили помоями. Этого депутата за его высказывание. Милованов, по-моему, его фамилия. И там целая статистика была приведена по поводу того, что вот есть огромное количество женщин, которые пойдут в какие-то подвалы, где их будут там абортировать совершенно беспощадным способом. Они станут на все времена бесплодные. Но никто при всем этом не привел колоссальную статистику в России, что происходит в России в связи с... Мы изничтожаем своих зародышей каким-то колоссальными, совершенно немыслимыми, арифметические числами. Миллионы просто мы убиваем. Нужно каким-то образом выработать к этому грамотные отношения. Это ненормально, на самом деле. Метафизически это ненормально. А по-моему, у российской власти пофиг на это. Ну, пофигу, конечно. Вот у меня складывается такое впечатление. Вы знаете, я не льщу вам, но вы первый человек, с кем я сошелся на этой теме. То есть раньше я не находил понимания. Я трезвонил во все колокола и говорил, ребят, вот демография, это вот либо есть, либо нет. Вас. Либо вы есть, либо вас нет. И вот все претензии по межнациональным, межконфессиональным вопросам, миграционным, да? Но если вы есть, то эту нишу никто не займет. А если вас нет, то ее уже занимают. Если вас нет, значит вас нет. Захар Прилепин. Сегодня в реальном времени. Краткий выпуск новостей. Звонки на 65 10 99 6. Письма на финам.фм. 19.32, а в реальном времени сегодня Захар Прилепин. Звонки на 65 10 99 6, код Москвы 495, финам.фм. Это наш портал в интернете для ваших писем. Захар, а как вы относитесь к нынешней власти? Я хочу понять. Вы вообще левый, да? Плохо. Вот по своим таким взглядам политическим. Знаете, очень сложно относиться каким-то образом к власти в России, к власти, которая так или иначе способствует или лично участвует в выводе 10 миллиардов долларов ежемесячно из страны. Понимаете, это цифры... Это вы как-то даже занижаете. Нет, они... Ну, цифры реальной статистики. Я думаю, что они... Возможно, они больше, но даже цифры реальной статистики показывают то, что нынешняя власть не аффилирована с российской действительностью, а она где-то находится в каких-то других местах. Да, она находится в своих офшорах, и у них там дети, жены, там, черт знает кто у них находится. Собаки, кошки, хомячки, все находятся там. И как я могу к ней относиться? Я не отношусь к ней никак. Я думаю, что это досадное недоразумение. Кроме того, мне еще знакомые люди из числа там кремлевских обитателей рассказывают... Я поначалу не поверил, что колоссальные средства вкладываются в поиск, что называется, капсулы бессмертия. В поиск, в разработку этой проблемы. Я слышал эти истории тоже. Ну, с другой стороны, сначала кажется смешным, а потом, когда думаешь, ну да, реально, у них есть все. Они уже полубоги, да, у них есть все на свете есть. Да, конечно, хочется жить... Уже вознеслись практически. Хочется при этом жить вечно, да. Вы левый? Ну, я левый, да, левый, правый, да, какой угодно. Я внесистемный, да, конечно. Внесистемный. Вам близки вот эти вот социалистические лозунги, да? Ну, это нормально. Нет, ну, понимаете, левый в нынешней ситуации означает лишь то, что нация должна иметь право на продолжение существования, да? На какие-то вещи, которые связаны с ее жизнедеятельностью и с ее будущим. Вот и все. Вы знаете, я считаю себя либералом, да, и я придерживаюсь таких же взглядов. То есть я считаю, что нация, она создана для того, чтобы идти дальше, а не стоять на месте, да? Это, как-то нам говорят, нация, которая встала с колен. Захара, а вот протестное движение, вы его поддерживаете? Я имею в виду уличное. Ну, какое-то время я в нем участвовал и по сей день участвую, но это достаточно сложная ситуация, потому что вот вы либерал, я не совсем либерал, я думаю, что есть некий передоз, перекос и достаточно нелогичные ситуации, связанные с тем, что оппозиция в России либеральная, а народ в России не совсем либеральный, а скорее он левоконсервативный. В этом смысле... Диссонанс? Да, когнитивный диссонанс. Все вожди оппозиции в нынешней России вызывают у людей в Тобольске, в Тюмени, в Владивостоке, в Брянске и еще где-то, они вызывают какое-то удивление, почему мы должны быть против вместе с этими людьми. Есть в этом проблема, которую стоит, конечно же, обратить к самому народу, потому что, ну, если вам эти люди не нравятся, выдавайте своих представителей, которые будут участвовать во всем этом движении. Ну вот диссонанс некий есть, конечно. А почему Россия по своей сути левая, на ваш взгляд? Как вы говорите, левоконсервативная, да? Ну, я не буду впадать в КПРФ, но риторику о том, что социализм в России отразил ее общинные многовековые устремления. Я думаю, что это не совсем так, я думаю, что ситуация чуть иначе. Я думаю, что тут просто все объясняется, потому что мы живем в стране, которую создали большевики, придумали большевики, в которой мы выросли, и это стало частью нашей органики. И мы от нее отказаться совершенно не можем, потому что мы вот жили таким образом и помним, что вот в этой ситуации, в этой стране у нас были все предпосылки для воспроизводства своей жизнедеятельности, и мы расставаться с этим не хотим. То есть мы обращаемся к первичному за плечом опыту. Вот так было, значит, мы к этому будем возвращаться, потому что социализм мы не помним, Киевскую Русь не помним, Ивана Грозного не помним, помним советы. Вот поэтому есть к этому обращение. То есть если оппозиция хочет взять власть в стране, то ей надо прикрыться левыми озонами. Конечно, она должна быть левой, да. Это тоже цинизм в определенной стиле. Может быть, это цинизм, если я был либерал и говорил вот это, это был бы цинизм. Но я не либерал, я сам левак по взглядам. Я считаю, что весь мир будет совершать левый поворот, безусловно. Посмотрите, что творится с Европой. Это будет такой лево-правый... Захар, но мы не Европа. Мы же сами это понимаем. Да нет, я думаю, что мы Европа, конечно. Европа? По словарию, по понятиям. Конечно, мы не Азия при всей любви и уважении к Азии. Конечно, мы, безусловно, мы Европа. У нас европейское восприятие и действительность. У нас европейское. Мы европейцы, конечно. Никуда от этого не деться. У нас есть только такие странные комплексы, такие недоевропейцев. Мы такие даже не поляки, а еще хуже поляков такие. Нам кажется, что где-то там живут разумные люди, а вот мы еще совершенно дикие. Это нормально. Это, может быть, отчасти навязанный дискурс, но я думаю, что во многом даже и не навязанный, а имеющий место в нашей крови и в нашей системе. Нам кажется, что мы не доросли до того, чтобы быть Европой, и мы не умеем себя оценить. Ну и бог с ним. Ну и нормально, что так. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что мы в нынешней ситуации начинаем рядиться в старые либеральные одежды, которые уже всей Европе надоели. Когда в 17-м году мы совершали революцию, мы одели на себя самые дикие наряды. Мы были как самые гениальные фрики на территории мира просто. Мы придумали то, что еще не было ни у кого. А сегодня, когда вся Европа отказывается от либерализма, мы начинаем одеваться в либеральные одежды, говорить, что мы сейчас построим... Я, конечно, с этим не соглашусь, потому что я могу контр-тезу поставить. Все парламенты полны левыми, правыми партиями. Радикальные леваки, правые рулят просто везде. Рулят, да. Европа начинает от этого отказываться, а мы начинаем в это впрягаться. Это странно. К чему приводят? Еще ничему не приводят. Но как раз Европа отказывается от левизны. Вот примеры. Испания, Греция, да? Где не просто радикальные леваки, а коммунисты были во власти. Где в той же Греции имели гигантское влияние. В Греции коммунизм был, в Греции был социализм. Нет, не надо. Это все европейская игра в коммунизм, социализм. Это все не имеет никакого отношения к реальному социализму и коммунизму. Нет, они не будут либерализироваться. Они будут краснеть, они будут леветь, они будут праветь. Там будут происходить радикальные процессы на территории всей Европы. Захар, согласитесь, простите, что перебил. А вот эта демагогия, левая демагогия, о том, что построить общество всеобщего равенства, это демагогия. Но так устроен человек, что будут более умные, более успешные. А кто сказал, что это часть левой идеи? Человек не равен, безусловно. Я думаю, что левая идея, это то, что миром двигают пассионарии, миром движут люди радикальные, несистемные, организованные другим образом. Это как раз либеральная идея о том, что у нас есть у всех индивидуальные права, и мы должны подстроиться под мнение большинства. А левая идея построена на другом. Мне так как раз кажется, что обратная ситуация. Мне кажется, что левая идея, это диктат наиболее агрессивной, активной, наиболее агрессивного активного части общества, агрессивного активного меньшинства. А либерализму, это как раз вот, когда это, Юнгер сказал, я ненавижу демократию как чуму, потому что колоссальное количество людей навязывает свое тупое травоядное существование людям, которые двигают цивилизации. Вот за это я демократию не люблю и не хочу в ней жить никогда. Ну а антитеза демократии в чем заключается? Антитеза демократии, я уже говорил об этом, она заключается в том, что наиболее пассионарная часть общества выстраивает жизнь в этом обществе под другим лекалом. И это будет авторитарное или тотаритарное общество? Да почему? Да какой бы ни был хороший человек, если нет процедуры сменяемости власти, это приводит к тому, что он возносит. Вот они уже вознеслись, да, нынешние. А пример тоже сам произойдет с любым пассионарем, как только он достигнет определенного статуса. Да чего ты это взял? Почему нужно всеми про это говорить? Что вот он вознесся, и поэтому вот он не будет. История знает другие примеры, да. Пересните страницы учебника по истории, вспомните фамилии, там, не знаю, Наполеона, Македонского, Петра Первого, Алексеевича, да. Все что угодно. Было множество людей, которые никак не связывали свое существование с попыткой отгрести как можно больше благ для своего личного пользования. История знает другие совершенно примеры, и я знаю других людей в нынешней России, которые точно не будут... Например? Ну что, например? Например, я и мои друзья. У нас есть все возможности для того, чтобы встроиться в эту систему, и мы этим не занимаемся. Люди, имевшие и имеющие отношение к национал-большевистской партии, люди, имеющие отношение к оппозиции, люди, сидевшие в тюрьмах, люди, прошедшие там через множество самых разных перипетий, мук и терзаний, куда более серьезных, чем терзания группы Пусси Райт. Вот, кстати, здесь очень... Так, вот вопрос от Натальи из Новосибирска. Я напомню, Захар Прилепин здесь в реальном времени. Финам.фм для писема 651099.6, код Москва 495 для звонков. Наталья из Новосибирска пишет. Здравствуйте, Захар. Как вам удается поддерживать дружеские отношения с Лимоновым и Навальным одновременно? Если Навальный особо в адрес Лимонова не высказывается, то Лимонов отзывается о Навальном исключительно едко и критически. А ваша личная оценка статьи Лимонова, ваш Леша, опубликованный сегодня в свободной прессе. Это, кстати, о свободной прессе. Свободная пресса — это ресурс, который я возглавляю. Замечательный сайт, в котором имеют место и возможность высказываться люди по полярных точек зрения. Это сложная моя личная ситуация. Мое практически сыновье отношение к Лимонову и мое братское отношение к Навальному вступает в некий диссонанс. Но нужно каким-то образом с этим жить. Потому что, безусловно, конечно, я человек левых взглядов, в отличие от Леши Навального, который либерал. И у нас тут есть некие противоречия. В этом смысле отчасти критика Лимонова, она, конечно, происходит по делу. Я думаю, что Лешу нужно левить. Вот все-таки Захар принципиально стоит на левых позициях. Но на самом деле, допустим, меня это не отталкивает. Мы можем дискутировать, мы можем разбирать, что называется, детали. Но, по-моему, мы едины в одном. Это главное — идти дальше. Не стоять. А сразу Василию из Воронежа сообщу, он пишет, Захар хорошо рассуждает о демографии. Сколько у самого Захара детей? Четверо, да? Четверо детей у меня, да, от одной жены. Это просто... Между делом нас так подковыривают, да? Типа там... Напрасно. У нас есть отмазка. Есть отмазка. Но я пока еще прилепен. У меня трое. Пока трое. Добрый вечер, в эфире. Как Вас зовут? Здравствуйте. Меня Александр зовут. Добрый вечер, Александр. Да. Очень, во-первых, хотел сказать спасибо Фином ФМ. Вот. Потому что вечером в пробке вы очень... Говорите о правильных каких-то вещах. Спасибо. Вот. Второй момент. По поводу эволюции хотел высказаться. Эволюцию. Ближайшие, если 5-10 лет она не произойдет, то уже точно нет. Вот. Почему? Потому что с какой быстротой тупеет наша, как бы, ну, молодежь, вот, подрастающая поколение. И вся эта политика, как бы, направлена на том, что тупыми массами проще управлять. Вот. Поэтому вот у меня такое вот мнение. Это правильно все. Это все верно, да. У России, возможно, еще не пройдена точка невозврата, но она может быть пройдена в течение, там, 5-10-15 лет, потому что там реально через 20 лет у нас не будет просто людей, чтобы расставить по границе с интервалом в один километр. Потому что, ну, реально на такой территории не может жить 100 миллионов человек или 80 миллионов человек не может жить. Поэтому... Я 30 лет прожил на Дальнем Востоке, в Якутии, да, это Восточная Сибирь и Дальний Восток. И вот люди, которые летали вот в те края, да, они видели 6,5 часов перелета и практически ничего. Ничего. То есть вот ничего в буквальном смысле. Ты прилетаешь в Якутию, там всего 3 города, Якутск, Мирный и Нерюнгрид, да, и ничего. И дальше можно также Магаданская область смотреть или север Красноярского края. Ну, здесь... С другой стороны, это, конечно, хорошо, потому что Россия, конечно, колоссальное пространство для того, чтобы построить здесь супердержаву. Просто мир, который не построил никто, потому что колоссальное количество... Вся таблица Менделеева, пресная вода, все есть. Вообще у нас все есть для того, чтобы выстроить цивилизацию, которой нет вообще в мире. Все будут нам завидовать. Но вместо этого мы тащим свои богатства и переводим их на Запад. Давайте убьем эту власть наконец. Ужанна меня уже болевала. Отличный вопрос от Михаила, но это сразу после краткого выпуска новостей. Здесь Захар Прилепин в реальном времени на Финам. Финам. 19.48 здесь. Сегодня у нас в гостях Захар Прилепин. 65.10.99.6. Кот Москвы 495. Финам.фм. Наше средство коммуникации. На портале идет прямая веб-трансляция. Захар, вот у меня сейчас будет неожиданное предложение. Да, так получилось, что не по зависящему от вас причину вы опоздали к нам на 15 минут. Давайте продолжим наш разговор до 20.15. То есть это два часа моих и следующая программа «Итоги дня» в общем-то можно расширить. Назволяет вам время? Да. Отлично, потому что огромное количество вопросов. И вот едкий вопрос, который безусловно мне как бальзам на сердце. Михаил пишет, какие... Нет, не так. Какие левые, Захар? Вы о чем? Три вопросительных знака. Левизна — это смерть и путь к тоталитаризму. Европа — нагляднейший пример. Что скажете, Михаил? Михаил, Захар. Михаил уже высказался. Меня зовут Захар, да. Я думаю, что... Ну, о чем говорить? Я думаю, что достаточно посмотреть на любую интеллектуальную элиту, которая собирается в своих клубах во Франции, в Польше, в Венгрии, в Румынии. Совершенно очевидно, что Европа левеет. Левеет совершенно на глазах, потому что либеральный мир пережил свой миг счастья. Он заходит в тупики какие-то. И Европа будет леветь, я еще раз повторяю. Будет леветь и левеет на глазах. Потому что... Ну, я не знаю, что... У меня вот есть роман «Цанька», который перевели на все европейские языки. Я приезжаю в любую страну. Там собирается целое, огромное просто вот сообщество людей с самых разных взглядов. Депутаты парламента, какие-то там мыслители, оппозиционеры, журналисты. Все говорят, что надо куда-то выбираться из этого. Ну, я не знаю, Миша, о чем вы говорите? Сидите в Европу, посмотрите, что там люди думают. Они думают иначе. Почему люди бунтуют в Греции, в Испании, в Лондоне, на Уолл-стрит, в Италии, разносят целые площади. Когда нас учат грамотному, как это называется, грамотному поведению на улице, грамотной оппозиции, Европа просто разносит вдрызг свои площади, свои улицы, свои офисные здания. Это что? Это что, либеральные движения? Это левые движения. Это леваки и праваки устраивают в Европе, пытаются противостоять нашествию, с одной стороны, финансового кризиса, безусловно, конечно же, капиталистического толка нелевого, и, с другой стороны, как они сами это называют, нашествию варваров. Они пытаются противостоять вот так и так, потому что мир стоит на пороге. Они понимают, что либо они умрут, либо они выдумывают какой-то новый вектор развития. Поэтому оставьте все это. Захар, а на ваш взгляд, есть перспектива вот у той оппозиционной коалиции, которая выработалась благодаря первой болотной, я имею в виду и левых, и правых? Нет, да? По причине? Ну, потому что либералы все, 90% либералов, нет, нет. Это люди чуждых народонаселению России взглядов. Я думаю, что придется это все перефаматировать. Потом, знаете, оппозиция не выбирается. Оппозиция куется в боях и в противостоянии. Я думаю, что любой народный митинг на Красной площади в лице шахтеров, колхозников, рабочих и офисных менеджеров, он выкует нового лидера на раз. И все эти коалиционные советы полетят ко всем чертям. Потому что появятся люди, которые реально готовы отвечать своей плотью и кровью за какие-то вещи, за какие-то взгляды, за какие-то слова. Но здесь вы, конечно, солидарны с Лимоновым, я просто его вспоминаю, который на вашем месте, да, периодически у меня вот именно это и проговаривает. Ну, я не слышал. Что это именно борьба, что там его обвинение в адрес либералов заключается в том, что они упустили, да, возможность декабрьских событий. Ну, мы были с Лимоновым, проводили этот митинг на площади революции, и у нас на глазах Немцов и Чирикова водили колонну за колонной, увели все на площадь Болотную, и все закончилось. Когда ситуация была совершенно очевидной, когда можно было довести этот процесс до новых перевыборов парламента. Мирно. Мирно. Потому что три месяца оставалось до выборов президента Путина, на должность президента Путина, и никто бы не пошел бы на стрельбу, и вообще на какое-то жесткое противостояние в центре Москвы. Можно было всего этого добиться. И этот шанс спустили просто наши либеральные буржуазные лидеры. Они просто его слили. И прощения им быть не может. И чем скорее дойдет до народа понимание того, что таким образом вести себя нельзя, и этим людям доверять нельзя, тем будет лучше для всех нас. Вы очень категоричны. Ну, что поделать, что поделать. Но, понимаете, у меня четверо детей растут в нашей стране, чтобы не сказать в этой стране, четверо детей растут в моей стране, и мне придется отвечать на их вопросы, почему я им оставил такую сложную для жизни географию, сложную для жизни пространство. Я хочу, чтобы они не решали те проблемы, которые я могу решить сегодня. Поэтому я буду категоричен. Я считаю, что если у нас отдельные ублюдки претендуют на звание оппозиции, надо их таким именем именовать. Кого вы имеете в виду? Ну, я имею в виду тех людей, которые не симпатичны колоссальному количеству людей в России. Людей, которые вступили в тайный сговор с администрацией президента. Назовите мне их фамилию. Вы сейчас очень жестко формулируете, вы говорите, это ублюдки. Кто конкретно? Я думаю, что Немцов, безусловно, имеет к этому прямое отношение. Я думаю, что... Захар, но это эмоции или у вас есть фактология? Ну, есть распечатки, где по самым правде, распечатки разговоров о том, что я не хочу поставить людей под дубинки, та-та-та, они должны быть мне все обязаны, я их отсюда... Само по себе распечатки являются уже преступлением. Ну, это является преступлением, я думаю, что большим преступлением является увод людей с площади революции на площади Болотной. Я думаю, что это исторически... Исторически это колоссальная ошибка, которую мы... Даже неизвестно, когда мы ее исправим. Просто это ужас, просто кромешный ужас. Я, причем, мы с Немцовым были знакомы, мы общались вполне. Я думаю, что он даже сам не дает себе отчет, что он совершил в этот момент. Когда он буквально принудил лидеров оппозиции последовать его точке зрения. Как он давил там на Чирику, на всех остальных, чтобы они его послушались. Это ужас просто. Такого больше не будет никогда, понимаете? 150 тысяч человек, возможно, не заберется никогда. Это, знаете, вот тот же самый Лимонов, о котором вы говорили. Он рассказывал, как они с Анпиловым вели колонну в 300 тысяч человек, там, в 94-м или 95-м году, я точно не помню. И они подходили к Кремлю, и вдруг решили свернуть, и пошли в другой улице. Это была реальная возможность просто взять власть в России. И они думали, что раз сейчас вышло 300 тысяч человек, значит, и завтра выйдет. А больше не вышло никогда. Вдруг выяснилось, что через два года на улице выходит 3 тысячи человек, и больше не выходит. И так было 10-15 лет подряд. Вот у нас был огромный исторический шанс 10 декабря, когда вышло 150 тысяч человек, или 120. Это не суть важно. 120, там, 80 или 160, это все не важно. Важно, что огромное количество людей, которые могли изменить ситуацию в стране. И мы слили этот огромный исторический шанс. Понимаете, дело в том, что мы имеем вот все шансы потерять нашу страну, нашу родину, нашу нацию, наш язык. Мы все это можем потерять. Не надо думать, что вот есть Россия, она данность, она никуда не денется. В мире исчезает ежегодно 5-7 языков. Какое-то количество государств исчезает каждые 10 лет. Не нужно думать, что это вот пришло и будет навсегда. Этого может не быть. Это в любую секунду может исчезнуть. 10-15 лет и нет никакой России. Есть 3-4-5-7 разных государств. Надо в этом себе отдавать отчет. Не нужно быть детьми. Коснется всех, да. Захар Прилепин в «Реальном времени». Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Алексей. Да, Алексей. Вот. С Захаром я во многом согласен. Я только могу сказать, чтобы не переживал. Я так думаю, шанс все равно будет, потому что власть как бы уничтожает себя потихоньку. То есть они настраивают народ так, что, честно говоря, сейчас вышли на протест, допустим, 30-летние. 40-летние, честно скажу, общался с людьми, с ровесниками, да. То есть они говорят, что мы сейчас, как говорится, в сторонке посмотрим, постоим. Но я думаю, что всех уже потихоньку допекает. Вот. У меня есть как бы, ну, родственник. Ему сейчас, допустим, где-то на 10, он помоложе для нас. Вот. Он говорил, как раз перед выбором, пойдут голосовать за Путина. Когда я вытаращиваю глазок, почему? А он говорит, стабильность. Я говорю, понимаешь, что стабильность, это как бы вот это нижний горизонт и ровные линии, когда пульс уже, как говорится, остановился. Знаете, такое? Они это воспринимают как стабильность. Да, понятно. Спасибо. Все стабильно. Власть сама себя изничтожает. Как говорится, все стабильно только на кладбище. Власть сама себя изничтожает, но это хорошие слова, сказал вот наш слушатель, ваш слушатель, наш слушатель. Но я думаю, что успокаивать себя таким образом не стоит. Когда мы начинаем говорить, что вот власть сама... Что кто-то когда-то... Власть сама себя уничтожает. 30-летние вышли, 40-летние тоже выйдут. Может быть, чуть попозже, может, не выйдут. Власть сама не истребится, понимаете? Ресурсов в стране для того, чтобы их воровать еще лет 250, хватит, да. Вот они выводят 10 миллиардов уже 20 лет. И будут вводить их еще 20, 30, 40 лет. И в этом смысле это будет, безусловно, стабильность. Потому что у нас есть, конечно, безусловно, у нас есть негласный общественный договор. То, что вот власть вы воруете, а мы тут будем тихонько получать зарплату черную, покупать себе машины и квартирки в кредиты, и еще что-то будем делать. И вот этот договор, он у нас существует. Он у нас в крови. Он нас всех полонил. Мы находимся в плену у этого негласного договора. Но надо себе как-то вот однажды очнуться и отдать отчет, что это неправильный договор. Не хочется. Не хочется. Это же комфортная ситуация. Комфортная, комфортная. Хочется иметь автомобиль, квартиру. Сейчас я за квартирку расплачусь, за телевизор, за холодильничек. Ну, вроде все ничего. Как люди говорят, на улицах же никого не убивают. Убивают. Ну, да, убивают. В шесть раз выросло количество убийств с проклятой советской власти. Ну, все равно, не убивают. Стрельбы нет. Ну, там, ну, Кавказ. Ну, ты что, ты что. Ну, тут там, ну, да, педофилия. Да, там первое место по подростковым самоубийствам в мире, в России. Да. Ну, ничего. Ну, ничего. Ну, вроде дети же не прыгают. Вот, когда мы едем на машине по Тверской, они прыгают с балкона. Значит, нормально. Ну, Тверской теперь уже стреляют во время свадьбы. И до этого мы уже тоже докатились. Ну, то есть, вы считаете, что не стоит обольщаться? Не стоит обольщаться. Слишком уж сладкий контракт подписан. Нет, конечно, не стоит обольщаться. Ничего с властью не произойдет. А, конечно, она... Не стоит привлечивать ее возможности. Вот это... В России очень любят в это верить, что не надо ссориться с властью. Они сильные. Они тебя найдут. Они тебя задают. Все это полная ерунда, конечно. Власть в России... Не, вообще не сопоставима. По силе, по мощи, по легитимности с советской властью или там с царской властью. Безусловно, это несопоставимые вещи, да? Но, с другой стороны, надо понимать, что высказывание любой точки зрения в России, любое алогичное, аномальное оппозиционное поведение ничего за собой не повлечет. Нормально, надо себя вести, себя нормально. Ничего тебе не будет за это, дорогой товарищ гражданин России. Ничего тебе не будет. Будь активным. Выйди на площадь. И ты будешь жить в другой стране. Ну, давайте жить в большую эпоху. Давайте не обменяем возможность новой цивилизации на свой холодильник в кредит. Давайте выстроим что-то такое, чего не было никогда в мировой истории. Это же гораздо любопытнее, чтобы дети были нам благодарны. Я... Не знаю, у меня главные претензии к нынешней власти. Почему они не хотят быть субъектами большой истории? Почему они не хотят войти в историю, создав новую, необычайную евразийскую, не знаю, империю, там, пространство, все что угодно, государственность? Да почему? Почему нужно вести бабло куда-то на запад и там их... Куда вы их скапливаете вообще в конце концов? Ну, если эти упыри собрались у власти, ну, давайте хотя бы мы скажем, что давайте мы выстроим другую государственность, потому что это прикольно. Это по приколу. Это веселее, чем холодильник в кредит. Давайте сделаем что-то такое, что нет ни у кого в мире. Круче, Голливуды, да, что-нибудь придумал. У нас все для этого есть. Это Захар Прилепин, который остается у нас в большом реальном времени до 20.15. Сейчас краткий выпуск новостей. Звоните, пишите. 20 часов 4 минуты. Мы продолжаем наше общение с Захаром Прилепиным. 65 10 99 6, код Москвы 495. Финам.фм. Это наше средство коммуникации. Там же идет и прямая веб-трансляция. Захар остался у нас в эфире до 20.15. Я предлагаю вот эту часть провести в таком жестком интерактивном режиме. Виталий пишет. По приколу социализм уже построили. Именно такие высказывания некоторых отталкивают, думающих от оппозиции. Что скажете? Я не очень понял. Что значит по приколу социализм построили? Социализм построили не по приколу. Социализм был построен реально. И эту эпоху не стереть и не вытравить никакой кислотой. Это останется в мировой истории как одна из не самых неудачных попыток реализации утопии. Социализм для реализации утопии, советский социализм, достиг сверхвозможности. И нам придется с ними иметь дело. И нам придется их изучать. Это любой человек, который в курсе, каким образом советская власть сумела обустроить сожительство колоссального количества народов на этой территории. Любой человек, который ездил в город Железногорск, где в Гранитной горе было построено в течение четырех лет колоссальное производство атомное, где 300 километров подземных путей только одних. Это после Второй мировой войны было построено сверх-супер-мега-производство. Ничего подобного нынешняя власть за 25 лет даже не смогла сделать. А это тогда умудрялись это делать. Захар, но жрать-то было нечего. Да ладно, жрать. Никто не умирал с голода. Знаете, что значит жрать было нечего. Если это такое большое странное допущение нынешней либеральной оппозиции о том, что вот жрать было нечего, но почему-то люди жили дольше, и людей было больше, и рождалось их больше. Если вы так хорошо накормили нынешнюю Россию, почему же она, сука, дохнет все время, да? Почему же нас на миллион меньше? А тогда, когда было жрать нечего, и с сосисками была очередь, нас было больше. Отрицательный демографический баланс начался в 87-м году. Вот, а до этого был... При СССР, СССР живее всех больше. При Горбачеве он начался, да. Уже когда СССР уже в голове журнал «Лагонек» уже начал разваливаться уже. Резко негативно относитесь к персоне первого президента СССР? Я ненавижу этого человека во всем своем существе. Вот именно ненавидите, да? Это такое эмоциональное, крайнее восприятие. Ну, просто это мой личный враг. Я никогда не поживаю ему руку, безусловно. Добрый вечер, в эфире. Как вас зовут, Аля? Добрый вечер, Константин. Да, пожалуйста. Практически обсудили уже эту тему, но тем не менее, вот как можно без холодильника, за который желательно уже выплатить кредит, идти строить новое государство? Ну, чего мы людей-то призываем? Евреи ходили 40 лет по пустыне, мы уже 90 лет ходим и хотим опять без холодильника пойти в новую государственную. Это, ну, крайне странно и непонятно. Да, спасибо. Давайте я вам подарю холодильник. Я не знаю, в чем проблема. Я думаю, что у вас есть холодильник, холодильник есть у всех в России. А вот количество наших желаний, по-маяковски говоря, мещанских, оно, конечно, бесконечно. Сначала холодильник, потом, что там у нас нужно, этот кондиционер, потом еще там какие-то... Автомобиль. Печка, автомобиль, да, второй, третий домик, еще один домик. Это список бесконечный. Захар, ну, это нормальное желание человека. Нормальное, нормальное. Только не надо... Вот этим желанием не нужно... В угоду этим желаниям нельзя отдавать свою государственность, понимаете? Нельзя отдавать будущие нации, нельзя в угоду этому холодильнику. Да, евреи ходили без холодильника 40 лет по пустыне, да. И я думаю, что это не напрасное было хождение. А потом, почему цифра 90 лет прозвучала? Почему 90, а не 120, или не 170, или не 283? Что такое 90? О чем была речь вообще? Не знаю. Павел из Самары пишет. За сколько времени можно выстроить эффективное государство конкурента существующему? Я думаю, что это... Это длительный процесс? Я думаю, что это процесс не длительный, а бесконечный. Это то же самое просто. За сколько лет можно выстроить идеальную семью, скажем? Идеальная семья строится каждый день и каждый час. Это постоянная работа. Ничего нельзя выстроить и как бы, ух, опустить руки и сказать, ну, теперь все нормально. Ничего не нормально. Это постоянная работа. Попытка построить царство Божие. Причем это такие русские горки вверх и вниз, да, с разными нюансами. Конечно, тут есть еще цивилизация целая вокруг. Есть страны, у которых свои интересы. Это постоянная работа. Но это прикольная работа. Это нормально. Это нормально. Добрый вечер. Как вас зовут? Алло. Добрый вечер, Виктор. Да, Виктор. Выключите, пожалуйста, только приемник. Общайтесь с нами. Да, уже взял. Да, слушаем вас. Поклон вам большой. И Захару, гостю вашему. И вам. Спасибо. Просто, да, просто не то, что в пробке. Вот, приехал больше часа назад к дому, поставил на стоянку машину. Взял домой, сейчас говорят, с кафе Монты. Под Монты. Не ухожу. Под Монты, Проньку, с прилепительным. Это, да. Спасибо. Добрый вечер. Вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Меня зовут СССР. Да, пожалуйста. Очень хотелось бы подискутировать с Захаром, но времени мало, поэтому ограничить одним вопросом, одной репликой. Я так понимаю, что Захар, он большой фанат СССР, я, наоборот, большой атератичник СССР. Но вот прозвучала такая фраза от него, что нынешний режим не сравнится с советским по легитимности в том числе. Я думаю, что как раз наоборот сравнится, потому что большевики, не получив на выборах большинство реальное, да, захватили власть. И нынешняя власть тоже, наверное, не получив большинство, захватила власть. Поэтому, мне кажется, вопрос по легитимности не стоит так однозначно рассматривать. Я думаю, что ситуация чуть сложнее, потому что, вот как мы не относились к гражданской войне, все равно бы выиграли большевики по той простой причине, что колоссальное количество народных масс их поддержало. Может быть, большевики их обманули, может быть, они их даже нецензурно, можно сказать. Но, тем не менее, безусловно, гражданская война, она главный показатель легитимности большевиков. Да, они разогнали учредительные собрания, безусловно, да, это имело место быть, но, я думаю, что реальные выборы в стране, за исключением, за неимением оппозиции, все равно, конечно, подтверждали бы легитимность большевиков и приязнь колоссального количества масс, интерес и доверие к советскому проекту было долгое время колоссальным. До 70-х годов. Я, на самом деле, тоже размышляю о том периоде, всегда спотыкаюсь и понимаю, что без народной поддержки, ну, не было бы их, да, ну, не взяли бы они власть. Вот, ну, что заниматься самообольщением, там, могло быть так или могло быть эдак, ну, стало так, как оно было. Не обманешь, да. Добрый вечер, как вас зовут, Алё? Алё. Алё. Да, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Павел. Да, Павел, вы откуда? Я из Подмосковья, Химки. Да, ну, такое чувство, что из Магадана, давайте. Да, там ветер шумит. Павел, слушай вас. Ветер перемен. Да, не то слово. Я уже в эфире? Да. Да, вы в эфире, у нас без премодерации в звонке. Юрий, здравствуйте. Я, наверное, добавлю немножко Захару уважаемому. Ну, сказать, что строим новое государство, это прикольно, это хорошо, это правильно. И давайте, наверное, устроить все вместе, прикладывать к этому все силы, все знания, которые мы накопили. Но любое возвращение к старому и резкая смена курса приведет к тому, ну, что ничего хорошего из этого не получится. Мне все-таки хотелось бы, чтобы какое-то было поступательное движение вперед. И мы давайте не будем мерить холодильниками, наши люди, они достаточно глубоки в своей натуре. Просто у нас сейчас есть некое, называется, насыщение этим идет. Холодильниками, машинами, сникерсами и прочим. Я думаю, что все это пройдет. И здесь как раз-таки должна быть социальная политика государства, направленная на то, чтобы, ну, как-то разъяснять, какие-то делать новые фичи, да, для того, чтобы это дело происходило поступательно в сторону каких-то более ценных вещей. Да, спасибо. Не знаю, может, я категорично тоже выскажусь, власть в этом не заинтересована. Вот понимаете, нынешнее статус-кво власть устраивает более чем. Вот более чем. И здесь я с господином Прилепиным соглашусь. Ну, что им меняться-то? Хотя возникательные движения в стране, которые вывозят из страны 10 миллиардов долларов ежемесячно, давайте будем дальше поступательно развиваться. Не 10, а 12 будем, или 16 миллиардов долларов ввозить. Ну, какое поступательное движение? Эта страна гниет на глазах просто. Она разваливается, вот просто как географическая и демографическая данность, она теряет право на существование. Это вот очевидно. А вот нашим слушателям не очевидно. Захар, вот если я правильно понимаю наш слушатель, потому что несколько вопросов, писем, да, связанных. Вы встречались с президентом Путиным? Да, дважды, да. Дважды, да? Вы ему это все говорили? Да. Реакция? Мы не успеем все это обсудить. Честными, голубыми, красивыми глазами Владимир Владимирович смотрел на меня. Я спросил, почему один из ваших друзей, людей из ближнего окружения по фамилии Тимченко продает треть российской нефти, при этом является гражданином Финляндии, аналоги платят в Швейцарии. Ну, безумная ситуация. Просто идиотская ситуация. На что мне сказали, что Тимченко имеет личный бизнес, у него свои личные дела. Видимо, быть гражданином Финляндии ему гораздо удобнее, чем быть гражданином России. В общем, какая-то бодяга там просто была на эту тему. Я думаю, что после этого нужно только застрелиться, потому что треть российской нефти продает господин Тимченко. Треть. И при этом аналоги платит в Швейцарии, а сам гражданин в Финляндии. Ну, то есть Путин не слышит, что ему брали. Я не знаю, слышит он. Не слабо, он слышит. Он в курсе. Ну, давайте еще вот немножко, они же, как бы, стабильность, они развиваются, они думают о России, они там какие-то вот это все, чухню, я уже слушать просто уже не могу. Давайте еще один звонок. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Денис. Денис, если можно, лаконично. Да. У меня вопрос к господину Прилепину. Вот, если я правильно понимаю, то, по его мнению, Европа левее с надвигающимся кризисом. А, не кризис, надвигается в связи с влиянием Европы. В связи с этим вопросом, каким образом он видит развитие в ближайшее время европейских государств в условиях надвигающихся кризиса? Да, спасибо, Денис. Я прошу прощения. Я думаю, что у Европы, рационально рассуждаю, в Европе нет никаких шансов Европы превратиться в Азию, безусловно. Я, по-человеку, который 14 раз за последние 7 лет был во Франции, и когда я последний раз в центре Парижа зашел во французский лицей, я увидел 2 или 3 белых лица. Я в никакой мере не ксенофоб, но тем не менее Европа переживает совершенно очевидный кризис цивилизации. Захар, последний мой вопрос. Вам интересно жить в России? Это, понимаете, мне интересно жить в моем теле, да? Мне интересно иметь в качестве детей своих детей. Это вообще вопрос не обсуждается. Это мое естество, моя органика, это моя жизнь. Спасибо вам большое. Захар Прилепин был сегодня в реальном времени. После краткого выпуска новостей продолжим итогами дня.